Ещё вопрос, доктор Кук, про сексуальность. Сейчас очень много говорят о том, что снижается потребность в сексуальных контактах. Вообще вот эта сексуальная энергия у людей отсутствует на уровне вибраций, какое-то обаяние сексуальное, сексуальная привлекательность. В основном люди как бы выкачаны, закрыты. С чем это связано, на ваш взгляд? И согласны ли вы с такой оценкой, как сексолог? Женская сексуальная энергия – привлекать, привлекать к себе. Мужская энергия – агрессивная всегда. Агрессивная – завоёвывать, штурмовать, завоевать внимание. Но и жизнь меняется. С одной стороны, наше потребительское общество развивается в том направлении, что рынок насыщен. В плане материальном, в плане доступности. Чего только ты не хочешь, не хочешь, вот твоё желание, вот оно, вот. А люди теряются из-за того, что всё доступно, любая женщина доступна. Любая, не все, конечно, но так получается, в восприятии этих людей. Ну и получается, а то, что доступно, оно и не охота особо. И люди теряются, не знают, чего они хотят. Каких отношений. Мужчины воспитываются деспотичными мамами. Они теряют свою мужественность, теряют свою мужскую сексуальность. Вроде бы взрослый человек, на подроби подростка, инфантилизм, да, теряются. Не скажу, что вот все, да, но есть какая-то часть, может быть, это больше. Женщины тоже. А кто воспитал этих инфантильных мужчин? Женщины. Поэтому подвижки неизбежны в обществе. Мы обращаем на это внимание, мы рассказываем о них. Поэтому не теряйте свою природную сущность. Люди, когда сближаются, мужчины, женщины, видят личность друг друга. Видят потенциальных друг другу муж, жена. Видят потенциальных отец, мать. Но не видят то, что это мужчина, это женщина. И поэтому теряют вот свою сексуальность. И отношения не складываются. Потому что они видят, что это женщина, можно восхищаться, это мужчина, можно быть благодарным. И часто в отношениях используют только кнут. Только кнут. Упреки, наскоки, разборки постоянные. Теряется сексуальность. И женская, и мужская. А вот забывают то, что есть пряник. А пряникам многого можно достичь. И сексуальность раскрывается, женская полностью, мужская сексуальность. Пряник. Мужчина заходит домой, он ощущает атмосферу любви. Его ждут, его благодарны. У него раскрывается мужская сексуальность. Раскрывается и внимание, и восхищение с его стороны. И интимная близость. Ярче, богаче. Женщина видит, что мужчина ценит. Он выражает любовь не только восхищением, комплиментами. Но и заботится, обеспечивает ее полностью. Все, что ей хочется, пожалуйста. Выглядит прекрасным, модным, красивым. И она раскрывается от того, что мужчина восхищен. А вот это забывает видеть друг в друге именно природные мужчины, женщины. Вот отсюда такие подвижки. Спасибо. А сейчас, вы знаете, очень много говорят о том, что не должен мужчина обеспечивать. Что это вот сесть на шею, что это потребительство, что нет такого баланса обмена, баланса давать брать и так далее. И мужчины даже вот и в ресторан-то не пригласят и не заплатят за женщину. Ну, какое вот экономическое состояние, да? Какое экономическое развитие? Если мужчина может позволить себе, он нормально относится к жизни, он потратит ничего для женщины, не жалко. А если он напуган, страхи, вот у меня сейчас деньги есть, но надо придержать, а вдруг наступит еще боль. Он тревожный, он беспокойный, поэтому он будет жадничать, поэтому будет. И будет восприятие, что вот его как бы используют, да, используют. И будет жадничать, и будет так. Ну, вот я так считаю. То есть это невротизированный мужчина, да? Претензии друг к другу, ты мне не даешь тянуть на себя одеяло и тому подобное. Но лебедь, рак и щука, ну, в разные стороны. И вот это вот неуверенности в себе, да? Да, и у мужчин, и у женщин тоже. Она думает, надо ухватить побольше, а то его знает, а на кого опереться. Она требует, она с протянутой рукой. И он, и вот так вот только претензии, упреки, больше ничего. Женщины еще ставят, вот недавно я как раз столкнулся с этим, что женщины ставят свое будущее прекрасное в зависимости от накоплений, например. Да. Деньги не самое главное. Деньги только средства. Есть деньги, позволили себе куда-то поехать, да, что-то это. А вот ставить цель накопительства или там недвижимость, работать, работать. Жизнь проходит мимо. И по-настоящему насладиться не могут. Ни своей работой, ни теми благами, которые так достаются тяжко. Благо нужно создавать легко, красиво, свободно. Чтобы работа нравилась, чтобы вы счастливы были в том, что вы реализуете себя в своей работе. А большинство людей не нашли свое место, недовольны работой, тяжкий труд, тяжкий труд. Поэтому и отношение к удовольствию, к жизни совсем другое. И может быть и не надо думать о будущем столько, да, а жить здесь и сейчас. И наслаждаться жизнью. Вы больше сможете сделать и больше заработать, когда такое отношение. Спасибо.